Дана шахматная доска. Отметить 16 центров клеток, чтобы никакие три отмеченных центра не лежали бы на одной пленой. Неправильно. Да, все. Все. Вот это уже неправильное решение. Потому что вот эти вот три ночи лежат на раз, два, одна прямая шахматная, одна прямая шахматная, когда вы идете так, и когда вы идете так, одинаковые суммы, одинаковые официальные центры. А это вы зря нарисовали, потому что это ровно то же самое, что реально. Нет, он говорит, нет. Мы можем одну и ту же картину рисовать в новый раз, но это неинтересно. Вы просто отразили относительно диагонали. Нет, нет, нет. В любом случае дело, что можно по-другому. Ну, там еще 8 способов. Она уже поняла, что все 8 способов не верны. Потому что она просто не учитывала, что прямые бывают не вертикальными, не горизонтальными. Она думала, что речь идет только о горизонтальных и вертикальных. И день поворота на 90 градусов, здесь безусловно. Надо повернуть это на 90 градусов, да? Нет, нет, давайте... Нет, вот так точно не будет. Потому что уже 3 штуки на одном ремонте. Давайте я попытаюсь повернуть это на 90 градусов. Что это значит? Надо взять вот эти 4 штуки. Нет, она правильно еще... То есть надо 3 клетки. И здесь 3 клетки пустят. Потом надо одну нарисовать, пропустить, одну нарисовать. И здесь вот надо то же самое. То есть поворот на 90 градусов, вот эта наша конструкция не выдержит. Такой блок из 4 клеток не бывает. Спасибо. Господа, пожалуйста, проверяйте. Скатышек надо всегда. Вообще это больно нормально. Почему? Всегда ищут преподавателя ошибок. И вообще это довольно часто находит. Потому что не бывает, чтобы люди никогда не ошибались. Даже самый-самый тот, кто готовится к занятиям идеально, и все равно ошибки бывают. Просто описки какие-то, а иногда и настоящие ошибки. Если вы не ищете ошибок, это значит, что вы вообще ничего не понимаете. Потому что это значит, что вы не критически относитесь к информации, то есть вас легко обмануть, вы можете все что угодно запомнить. Искать ошибку надо всегда.